Это новости на канале ФКТ, в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и смотрите сегодня. В Сочи открылась ежегодная конференция Российской Академии Радио. На нее съехались представители со всей России. Бесплатное мороженое и аттракционы в Сочи отметили Международный день защиты детей. В Сочи определились лучшие юные инспекторы дорожного движения. Прошел финал городского конкурса. Каникулы – время не только отдохнуть, но и заработать на карманные расходы. В Сочи прошла ярмарка вакансий для школьников. Минобороны завершила расследование авиакатастрофы в Сочи и опубликовала основную версию ЧП. Напомню, самолет Ту-154 упал в акваторию Сочи в декабре прошлого года. Итоговая версия. К авиакатастрофе привело нарушение пространственной ориентировки командира судна, из-за чего он совершил ошибку при управлении лайнером. При этом установлено, что не было никаких нарушений правил заправки в аэропорту Сочи или воздействия внешних факторов. Комиссия не нашла и нарушений по рассадке пассажиров в салоне, а также загрузке и центровке груза. Отмечу, что в комиссию, расследовавшую авиакатастрофу, вошли эксперты Минобороны, Минтранса, Межгосударственного авиационного комитета, Минпромторга и авиационного концерна «Туполев». В эту субботу открываются регулярные рейсы из Тамбова в Сочи. Полеты выполняет авиакомпания «Руслайн». С 3 июня рейсы будут выполняться два раза в неделю. Время вылета из Сочи по средам в 15 часов, по субботам в 11.50. Длительность перелета – два часа. Все рейсы осуществляются на воздушных судах, рассчитанных на 50 пассажиров. Программа полетов продлится до конца летнего сезона. Сочинскими полицейскими по горячим следам раскрыто преступление. О происшествии в дежурную часть отдела полиции Центрального района сообщил потерпевший – 35-летний житель Кемеровской области. На мужчину напали двое неизвестных и сорвали золотую цепочку. Ущерб составил более 40 тысяч рублей. Несмотря на то, что преступление произошло ночью, потерпевший сумел описать нападавших. Ориентировка была передана всем нарядам полиции, несущим службу в районе. Сотрудникам уголовного розыска удалось задержать подозреваемых в грабеже. Ими оказались 27- и 30-летние местные жители. Мужчины ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности за имущественные преступления. В кабинете следователя они признались в содеянном. В настоящее время по данному факту уже возбуждено уголовное дело. И мы просим всех жителей и гостей нашего города, кто пострадал от этих лиц, из-за меня сообщить полицию по телефону 02. В Сочи сегодня открылась ежегодная конференция Российской академии радио. На ней встречаются представители радиоиндустрии со всей страны. Они обмениваются мнениями и опытом по развитию радиоотрасли и использованию современных достижений в профессиональной сфере. Все подробности у Татьяны Говорковой. Несмотря на развитие технологии, изобретение Попова является одной из самых востребованных систем коммуникации. Аудитория радио свыше 90% от общего числа населения России. Это 40 миллионов человек. Станция ФМ слушает дома, на работе, в автомобиле, через интернет, в смартфоне и даже через телевидение. Но, несмотря на популярность, проблемы в этой отрасли все же есть. Особенно их испытывают региональные станции. В чем они заключаются и как их решать, эти вопросы обсуждают уже в шестой раз российские радиовещатели в Сочи. Конференция собрала более 200 руководителей и ключевых специалистов, ведущих радиостанции федерального, регионального и локального значений. За два дня участники обсудят управленческие, коммерческие и маркетинговые аспекты своей работы. В их числе и вопросы по использованию новых возможностей социальных сетей, проблемы во взаимоотношениях регуляторов и вещателей, удержания служителей, а также формирование интерактивного радио. Площадка для форума у российских радищиков остается неизменной. С приветственной речью к участникам традиционно обратился глава города. Рад, что местом проведения конференции будущее регионального радио именно снова определён город Сочи. И я уверен, что вы обязательно сможете обсудить все наболевшие проблемы. И, конечно, я в этом просто уверен, что найдёте время, чтобы полюбоваться красотами нашего города. Увидеть в красоты курорта участники конференции смогут на экскурсиях. Возможно, и услышат эфиры местных станций, которые имеют массу слушателей. Но на краевой уровень пока не выходят. А эксперты уверены, что будущее именно за региональными радиостанциями. Очень важно в этой ситуации, чтобы радио производило очень качественный конкурентный контент. То есть, чтобы радиопередачи были реально интересны и реально востребованы. Общая тенденция, которую мы видим сегодня на наших рынках, она, к сожалению, говорит о том, что далеко не всё необходимое для этого делается. Проблема в том, что на продукцию региональных и локальных радиостанций оказывает влияние крупные федеральные холдинги. Отсюда увеличение смешанных лицензий. И выйти из ситуации можно, только создав уникальную и интересную нишу на местном рынке. Определённые успехи в этом направлении уже есть у Краснодарского края. Кубань – один из нескольких регионов России, которые имеют собственную, уникальную и массовую сеть охвата радиовещанием полного цикла с собственным контентом 24 часа на 7. Причём таких в крае две. Это первое радио в структуре нового телевидения Кубани и Холдинга и Казак-ФМ. И это наше уникальное конкурентное преимущество, которое позволяет краю уверенно смотреть в будущее. Минкомсвязи готовы оказать поддержку радищикам. Но главное всё же рассчитывать на свои силы, искать новые способы общения с аудиторией. Кстати, для России до сих пор остаётся открытый вопрос цифрового наземного радио, которое уже активно развито в Европе. Эту тему эксперты тоже поднимут на конференции. Кстати, в этом году Российская академия радиовещания отмечает свой 10-летний юбилей. Татьяна Говоркова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Самым популярным российским курортом для семейного отдыха этим летом стал Сочи. Об этом сообщает аналитическое агентство Турстат. Эксперты организации пришли к таким выводам, изучив данные об онлайн-бронировании отелей на июнь-август. Следом за Сочи идёт Анапа, замыкают тройку Ялта. В топ-10 в порядке убывания также вошли Геринджи, Калуж, Таейск, Евпатория, Новороссийск, Севастополь и Зеленоградск. На летний отдых с детьми на российские курорты путешественники отправятся в среднем на две недели и потратят на проживание 3,5 тысячи рублей в сутки с человека. Сегодня Международный день защиты детей. В Сочи к этому празднику приурочили целый ряд мероприятий, которые прошли во всех районах города. Кстати, сегодня свой день рождения отмечает городская общественная организация Лига женщин «Мост Добра». Одной из целей создания которой как раз и является защита детей, в первую очередь их здоровье. Сегодня президент организации Елена Пахомова и глава Сочи Анатолий Пахомов отправились в детскую больницу, с которой Лигу женщин связывает давняя дружба. Расскажет Рината Шипулина. В стенах городской детской больницы глава Сочи Анатолий Пахомов с супругой встречаются за большим праздничным столом с пациентами клиники, бывшими. Дети абсолютно разного возраста, а объединяет их одно. Все они родились с критической массой тела. Сейчас сколько? Год и четыре. Год и четыре. Холюса, иди, иди, иди. В том числе и эта малышка, живая и здорова, благодаря опытным рукам врачей и современному оборудованию, которым сегодня располагает больница. Несколько лет назад городская общественная организация Лига женщин «Мост Добра» подарила перинатальному центру инкубатор для недоношенных детей. К слову, младенческая смертность в городе снизилась в несколько раз. В прошлом году в Сочи родилось более 8 тысяч детей. В этом уже на 18 больше. Я и моя семья, моя супруга, мы действительно очень любим этот роддом, потому что именно благодаря врачам этого роддома у нас тоже появилась на свет наша внучка. Вот, она родилась тоже очень маленькая, всего 1,2 кг. Но сегодня она уже совершенно здоровый ребенок, и это все случилось благодаря тому, что именно здесь такие замечательные врачи и то, что здесь есть такая техника. Еще один подарок от Лиги женщин. Его больница получила на Новый год – гематологический анализатор для общего анализа крови. Обработка одной пробирки занимает чуть больше минуты. Кровь за это время оценивается по 18 параметрам. Результаты распечатываются на чеке. За час прибор может обработать до 60 тестов. Благодаря такому оборудованию мы имеем возможность исключить человеческий фактор при работе. Сюда привозят кровь из женских консультаций, детской поликлиники. То есть достаточно большой объем исследований мы здесь проводим. Без подарков не обошлось и сегодня. В честь двойного праздника детям игрушки и поздравления. Мы дружим с июня 2009 года. Сегодня ровно 7 лет, как мы стали официальной организацией Лига женщин МОЗ Добра. Это произошло в 2010 году. У нас врачи, они являются членами Лиги женщин. Мы без них не принимаем ни одного решения, которое необходимо по поводу лечения. Подарки дарили сегодня и в дельфинарии. Денису Кулькову передали сертификат на полный курс ИПА и дельфинотерапии для его больной дочери. Ну а в зале многодетные и малообеспеченные семьи, отдаленные дети и ребята из отдаленных сел. Билеты на яркое представление – еще один подарок от Лиги женщин. Праздничную программу сегодня подготовили все городские парки. В Ривьере, например, сегодня было больше людей, чем с самый разгар курортного сезона. По традиции в День защиты детей сочинцы стараются выбираться из дома целыми семьями. Всегда гуляем, всегда в парке, шарики, мороженое, коктейли. Выходим, гуляем, чтобы детям было хорошо. Рады, что они знали, что это праздник. Их не праздник. Мы любим их и делаем все для них. Очень весело сегодня в парке. Прокатились на карусели. Понравилось. Кстати, большинство аттракционов в парке сегодня работали бесплатно. Бесплатно детей угощали и фруктовым мороженым. А еще их развлекали, провели для юных сочинцев мастер-классы и яркий концерт. Ренат Шипулина, Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Сочинские полицейские сдали кровь для больных детей. Более 20 литров крови – таков итог акции, приуроченная к Международному дню защиты детей. Организовало ее руководство отдела участковых, уполномоченных полиции, а приняли участие все районные отделы УВД. В этот день станцию переливания крови в Лазаревском и Центральном районах посетили 35 участковых. Также в акции приняли участие и представители Общественного совета при городском УВД. Каждый из них сдал по 400-450 миллилитров крови. Для многих полицейских эта процедура не нова. Офицеры сочинского гарнизона полиции не в первый раз становятся донорами. А накануне Международного дня защиты детей уж тем более не отказался никто. Этот день – это не только праздник веселья самих детей, но и напоминание обществу, что мы обязаны оказать помощь тем, кто в ней нуждается. Медицинские работники поблагодарили стражи порядка за участие. Вся кровь будет направлена в специализированное хранилище и спасет не одну жизнь. С 12 по 22 мая во всех школах города прошли районные этапы конкурса фестиваля «Юный инспектор дорожного движения». Он проводится в госавтоинспекции города совместно с Управлением по образованию и науке. У ребят в возрасте от 10 до 12 лет проверяли знания дорожного движения. Они также показывали свое мастерство вождения велосипеда. Госавтоинспекторам и педагогам помогали сотрудники школы водительского мастерства и скорой помощи. Детей учили оказывать первую помощь пострадавшему. Давали им теоретические знания в области медицины и тут же проверяли, как усвоен материал. Итак, у вас здесь была отметочка «Партериальное кровотечение». Правильно? Жгут накладывается в высшее неосторонение. Вы правильно все сделали. Но рана-то ниже. Слеводной повязкой нужно было накладывать. Здесь на кунар продолжает вытекать? Рану. Правильно? Всего в конкурсе приняло участие более 200 школьников из 65 образовательных учреждений. По результатам конкурса в каждом районе в финал вышли команды школ номер 20, 18, 28 и 78. Среди них в городском этапе конкурса сильнейшими оказались ученики 20-й школы. Ребята отправятся во время летних каникул защищать честь Сочи на краевых соревнованиях «Юный инспектор Дорожного движения-2017». В день защиты детей Сочи-парк, первый тематический парк страны, любимое место отдыха всех детей, отмечает свое трехлетие. В день своего рождения Сочи-парк дарил гостям не только массу новых впечатлений, но и подарки. Одним из которых стало открытие уникального, первого в России и восьмого в мире ресторана «Роллер Костера». Об уникальности ресторана говорит не только его название, но и само здание, которое проектировалось одновременно с разработкой системы подачи блюд, что уникально. На открытии ресторана, которое приурочили ко дню рождения Сочи-парка, собрались десятки гостей. Заведения уверены, Сочи-парк станет очередным объектом притяжения сочинцев и гостей курорта. Мы создаем атмосферу, чтобы каждый взрослый стал ребенком у нас на тематическом парке, чтобы каждый ребенок был наиболее счастлив. Сочи-парк ждет вас гостеприимно и, конечно же, радует вас своими достижениями. Одно из них – это этот уникальный ресторан. С днем рождения Сочи-парка, с замечательным днем, днем защиты детей и, конечно же, с открытием ресторана. Спасибо всем. Официанты в роллер-костере лишь для того, чтобы сориентировать гостей. Для подачи блюд они здесь не нужны. Заказ делается с помощью интерактивной панели, а на столы еда приезжает по скоростным трекам, напоминающим американские горки, стартуя с высоты 14 метров. Проходя крутые повороты, спирали, виражи и мертвые петли. Замечательно, великолепно, очень интересно. Нигде такого не видели. Второй раз в этом парке с ребенком приехали специально. Необычно, на самом деле. Просто подача – это феерия какая-то. Я думаю, что блюда полетят, это будет очень круто. Завтрак, обед, ужин или просто легкий перекус в Сочи-парке должны превращаться в небольшое путешествие, как и вся развлекательная программа тематического парка. И что немаловажно, такая система питания – хороший способ пробудить аппетит даже у самого капризного ребенка. Остальные подарки гостей ждали по всему Сочи-парку. В течение дня проходил здесь и розыгрыш призов, в том числе денежных, а также сертификатов в аквариум, аквапарк, кинотеатр. С днем рождения Сочи-парк! Я хочу, чтобы он всегда развивался, становился больше. Круто, потому что это раз в году всего лишь. Ну, тем более мы не отсюда. Это вообще попасть на праздник очень весело. Очень здорово. Море эмоций. А еще праздник в Сочи-парке подсластили детям. Сегодня вручили более пяти тысяч порций бесплатного мороженого. Инга Габеша, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Аквапарк «Амфибиус» открытие сезона также приурочил ко дню защиты детей. По многолетней традиции обновленные бассейны опробовали отличившиеся школьники Адлерского района. Давайте разрежем праздничную ленточку в честь открытия нашего аквапарка. Ленточка разрезается, дамы и господа! Сегодня в «Амфибиусе» представители каждой адлерской школы. Отметить свой праздник ребята пришли целыми классами. Здесь они не просто окунулись в водную феерию, а стали участниками увлекательного приключения. Дети, ваш сегодня праздник. Поздравляю с этим большим праздником. Каждый год мы встречаемся, из года в год уже 12 лет мы встречаемся здесь с вами. С праздником вас! С праздником! К детскому празднику в «Амфибиусе» провели небольшую реконструкцию, заменили теплообменники. Теперь температура воды в бассейнах больше, чем комфортная для маленьких гостей. Ребята вдоволь накатались на водных горках, накупались в бассейнах, позагорали, а еще стали участниками развлекательной программы. Праздничную атмосферу в аквапарке создавали морские пираты, а также шоу-балет «Жемчужина» и народный хореографический ансамбль «Роква». Он также является участником благотворительной программы, которую ведет руководитель «Амфибиуса», «Человек года», победитель номинации «Добрые люди» Алла Татулянг. Благодаря ее поддержке юные танцоры приобрели необходимые для выступлений костюмы. Нам очень нравится, мы уже тут второй год, спасибо, любое становление, она наш спонсор, нам здесь очень весело. Все, что нужно здесь для детям, здесь все есть, спасибо. Мы приехали классом, ну не всем, но приехали, отдыхаем, всем нравится, мы рады все, что есть такая традиция. Круто, мы тут бесплатно пришли. Здесь очень круто, здесь весело. Особенно, когда мы всей командой по волейболу пришли. В День защиты детей именно дети дали старт новому летнему сезону в «Амфибиусе». Ну а следующая встреча в рамках благотворительной программы 1 сентября, в День знаний. Традициям здесь не изменяют с момента открытия аквапарка. Татьяна Говоркова, Инга Габешия, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Подарок своим маленьким гостям в День защиты детей сделали и в санатории «Знания». Здесь открылась новая детская площадка с массой аттракционов. Расскажет Инга Габешия. Бурные аплодисменты. Наша площадка официально открыта. Качели, карусели, веревочный парк, все эти и многие другие развлечения теперь в распоряжении маленьких постояльцев санатория «Знания». При строительстве площадки, впрочем, как и при реализации всех своих многочисленных проектов, руководство «Знания» учитывало максимум тонкостей. Строительством детской площадки занимались лучшие специалисты в стране, учитывая в том числе и международный опыт. Разумеется, все аттракционы сертифицированы. Само же событие для санатория значимое и долгожданное. Приоритет семейного отдыха, отдыха с детьми для санатория «Знания» – это один из ключевых приоритетов. Конечно, надо, чтобы наши детки были заняты и у них были развлечения, те, которые им нравятся. А мамы, ну и папы, конечно, в это время могут посвятить время себе. Побывать на процедурах, посетить те или другие анимационные мероприятия, позагорать на пляже, ну и в конце концов просто отдохнуть в номере, в спокойной обстановке, в тишине, для того, чтобы набраться сил, энергии, здоровья на год вперед. Выезжать к морю всей семьей – давняя традиция. И не стоит от нее отступать, планируя отдых в Сочи, отмечают санатории «Знания». Здесь есть все условия для отдыха и маленьких гостей, которые по достоинству оценили заботу о себе. Здесь очень весело, так прикольно, не поскучаешь. Здесь так много всех качель, что я не могу всех испробовать хочу. Довольны и сами родители. В санатории все сделано как надо. Очень много развлечений, и батуты, и детская анимация очень нравится. Все очень хорошо, здорово. Очень благодарны, конечно, с удивлением, так и радостью это восприняли. И вот сегодняшнее открытие, да, еще одно подтверждение. Ну, думают о детях, о нашем будущем. Очень приятно, конечно. Дети на детской площадке санатория «Знания» развлекаться будут под присмотром. Вниманием и заботой их окружат аниматоры, которые работать здесь будут ежедневно. Инга Габейша, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Для некоторых юных сочинцев День защиты детей стал шагом в новую, уже взрослую жизнь. В торжественной обстановке на сцене Дома культуры поселка Дагомыс сегодня вручали основной документ гражданам России. Первый официальный документ в своей жизни получили 20 юных сочинцев. Это жители Волковского сельского округа, поселков Лао и Дагомыс. Для них это особенный день, когда они вступают в пору гражданской зрелости. Хотим поздравить детей с таким торжественным мероприятием, чтобы они запомнили это. Это первый раз они получают паспорт гражданина Российской Федерации. Это значит и память, и уважение к самому мероприятию, и любовь к своему государству. С документом, который ребята получили сегодня, каждому из них предстоит идти по жизни. В нем будут отмечены дальнейшие шаги жизненного пути. Служба в армии, вступление в брак, рождение детей. С паспортом у меня появились новые возможности, которые я могу воплотить в жизни. Я чувствую себя старше. Я могу уже принимать какие-то свои решения без помощи своих родителей. Но я стала себя чувствовать старше. Мне это нравится. Ну а те, кто уже имеет паспорт, может ли там трудоустроиться? Сегодня в Центре занятости населения прошла краевая акция «Ты нужен Кубани». На ярмарку вакансии, организованную для школьников, пришло более 500 человек. Ребята уже отдохнули несколько дней, и вот теперь думают, как с толком провести летние каникулы. Пытаемся пока что найти хотя бы примерно направление или что-то вроде того. Посмотрим, что предложат. Не хочется сидеть на шее у родителей. Хочешь самому начать немного взрослую жизнь и начать самому зарабатывать. Одни сразу идут непосредственно к работодателям, другие участвуют в тестировании, чтобы определить для себя область, где можно применить свои силы. Трудоустроенные будут официальные. Это тоже своеобразная профориентационная проба, выбор профессии. И помимо этого, они здесь еще проходят тестирование для того, чтобы для себя выявить свои превалирующие, доминирующие профессиональные интересы. Это может быть либо интерес, например, подростков техники, либо интерес, может быть, к работе с людьми, либо интерес к творчеству, например. Но чаще школьники признаются, работа не пугает. Кем работать тоже не важно. Важно, чтобы было увлекательно, интересно и естественно. Хочется получить достойную оплату. Надо летом чем-то заняться. И у мамы день рождения первого апреля решила заработать на подарок. Сегодня предоставили вакансии более 10 соческих организаций. Берут на лето на работу по 2, по 5 и по 15 человек. Везде по-разному. Организации различные. Это и отрасль здравоохранения, и санаторно-курортная отрасль, и отрасль промышленности. То есть во всех сферах детки у нас могут пойти работать. В вакансии работодатели предлагают помощники горничных, помощники администраторов, помощники секретарей. На протяжении всего лета можно обращаться в центры занятости, где несовершеннолетним предоставят рабочие места. Из краевого бюджета предусмотрена доплата 850 рублей в месяц. Это дополнение к основной зарплате от предприятия. Гелена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Всемирный день без табака решили поддержать молодежные и общественные организации. Чтобы привлечь внимание горожан и гостей к проблеме никотиновой зависимости, активисты вышли на улицы города на антитабачный митинг. Главная задача антитабачного митинга – привлечь внимание общественности к здоровому образу жизни без никотиновой зависимости. Подобные акции на курорте носят регулярный характер. Мы призываем всех жителей и гостей курорта отказаться от курения. И эта акция у нас будет проходить каждую неделю. Сейчас мы ее возобновляем, погода наладилась и мы будем молодежью выходить и призывать гостей и жителей курорта отказаться от вредной привычки. Еще в 2010 году до принятия федерального закона на курорте начала действовать хартия «Сочи без табака». За прошедшие несколько лет объективные показатели говорят о том, что число курильщиков резко сократилось. Если говорить о факторе риска курения, то этот фактор риска имеет значение для развития практически всех заболеваний. И на первом месте стоят так называемые неинфекционные социально значимые заболевания. Это сиренчо-сосудистые заболевания, онкологические заболевания, хронические заболевания легких, сахарный диабет. Курить или не курить – личное дело каждого. Однако каждый раз потянувшись за сигаретой следует помнить, что около 10 миллионов смертей в год происходит от заболеваний, сопряженных с никотиновой зависимостью. Елена Всецна, телекомпания ФКТ. Ну и в завершении выпуска информации от партнеров программы «Стоматология Скаковский» и работает по принципу 3П – порядочность, последовательность, профессионализм. Оказывает все виды стоматологических услуг. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. На этом я с вами прощаюсь. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Продолжение следует... Продолжение следует...